Представляю вашему вниманию синий бутерброд. Только такой бутерброд я считаю самым идеальным бутербродом на свете. Два кусочка сыра и какой-нибудь там мясо-клубаса, что-то, кусок чего-то. Ммм, идеально. Слышишь ты? Слышишь? Еще? Да. Ну, все любят такой бутерброд. Сыр? Да. Скажи, сыр? Сыр. После больницы вспомнила о том, что ячменный напиток это вообще тема. Варю. Любимый бутерброд Мирославы. Расскажи состав. Сама. Папа, все. Помидор. Там булки. Она это реально ест. А Зоя пьет кофе, дядя. Ну, просто обалдеть, давай сюда. Вот так и пьет. Пересматриваем в очередной раз маленького принца. Дети сами попросили. Скажи, доброе утро. Зик. Мамы, бутерброди, бутерброди. Дети, бутерброди. А, верь, верь. Сегодня какой-то пасмурный денечек. Девчонки тут пытаются есть кашу. Получается? Ага. Папа, папа. Типа. Ага. Папа. Альцинский. Типа. Альцинский. Альцинский. А, а, а. Няу, няу, няу. Попытка спеть песню вдвоем. Няу, 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 няу. Надеваемся, девчонки. Надо обязательно зайти в аптеку. А зачем тебе мячик? Чтобы играть в парке. В парке? Да. Там же лужа нет. И утки плавают. Жирные утки. Да, огромные. Не-не-не, в лифте не надо прыгать. Планы у нас всегда почему-то меняются. Короче, все, я не буду озвучивать никогда на видео наших планов. Потому что, чтобы не запланировало, какие-то непредвиденные обстоятельства. И вместо того, чтобы поехать и посмотреть на ежиков, мы сейчас едем вообще в контактный зоопарк. Произойдет, и мы не попадем в зоопарк. Нет, опубликованное видео влияет на все это дело. А пока не опубликовал, нормально. Все работает. Закон подлости не в действии. Рано еще в машину садиться. Что, обижаешься? Гномики. Это что, попа-танцы? Ну-ка, покажите. Что, машина? Зоопарк в Рио. Торговый центр. Муж меня убедил такими аргументами, что мы заплатим 200 рублей за просмотр ежиков, и, собственно говоря, все. Надо будет ехать в центр. Там сложно припарковаться. Хотя там, ну, в архитектуру красиво, может, погулять где-то было, наверное. Ну, не в такую погоду. Ну, погода, да, ошибчика. Очки? Да. Держи. Можно вот это. Очки. Очки. О, все. Модная девица. Вот она вот. Снова. Короче, идем. Безумным коридором. Зоя в очках до сих пор. Касса. Вот там вход. Ну, да, были как-то тут уже. Снимала даже. Здесь мы будем сейчас ходить. Не знаю, стоит ли это все снимать. Ну, смотрите, какие миленькие. Это ежики. Это не ежики, Мира. Это сурикаты. Все. А ты хочешь ее разбудить? Нет, не верю. Это кенгуру. Не заломите пока стекла. Можно разломать, и она тебя схватит и унесет к себе. Будешь жить с кенгуру. Что, нравится? Нет, ну, Зоя сейчас не понимает. Она здесь была в люльке лежала. Да? А главное, заметьте, все дикие животные похожи на ирбисы. Форма головы у них обычно. Такая, как у гули. Фламинго. Форминго. Нравится? Да. Смотри. Птица. Птица. Как говорит птица? Каку. Птица. Каку. Да уж. Воистину динозавра. Бамбуковые палочки. Эй, извини, извини, я мимо прохожу. Одно из преимуществ таких зоопарков в том, что здесь нет запаха. Вот этого сумасшедшего. Вообще, ладно, все, без камеры сейчас погуляем, потому что тут красиво. Вот красавчик какой идет. Вышли из зоопарков какой-то непонятно. Что уже происходит? Во все тяжкие, короче, девки у нас. Пошли. А, так это ты для себя, короче, игрушку решил, да? Понятно все. Я Мирке такой подарил, хотел. Такую? Да. Да, в нашей квартире особенно много места для такой машины. Слушай, зато на улицу выйдет, что-то поприкалываться. Док, что ли? Короче, пока Саня играется с девчонками, я пойду в подружку. У меня как раз закончился консилер. Вот этот вот самый хороший. Погода отстой, красную панду украли. Красной панды не было. Саша так хотел ее увидеть. Ну, мы в прошлый раз приходили, она с полу... Он не увидел ее ясной глазки. Расстроился. Давно и едем. Куча обезьян. Так, кстати, обезьян что-то стало очень много. Мне так понравилось, маленькая вот эта вот... Хочет, а мыся такой? Такая, как хомячок. Размер. Да, вообще вот такого размера малюсенькая. Глазки пусинки. Фу, дождь, серость. А рост и нигдаль нирбиса, это кто был? Чикуля, блин, в очках там орет. Обратите на нее внимание. Да, вижу. Вижу, вижу, смотри. Забегала в Леонардо. Покупала закончившиеся элементы для моего супер-мега-творчества. В общем, взяла разбавитель, потому что мой закончился. И масло. Вот это из новенького. Остальное все. А, еще по акции были, короче, краски масляные. Они, правда, уже как бы у них срок годности подходит. Но я думаю, что я успею их использовать. Тем более у меня вот старые краски. Вот еще есть. Такой вот мой маленький, прелестненький чемоданчик всякой-всячины. Тут тоже уже нацепила холст. На самом деле, не знаю, сейчас вот с ним попробую. Если попрет, то для больших своих холстов надо будет все-таки другую какую-то большую треногу брать. Потому что здесь вот это вот максимум. Ну, то есть он для маленьких холстов подходит. Хотя вещь классная. И опять же, жалко загаживать стол или кухню. Поэтому хочется, наверное, на балкон перенестись. Но там еще пока холодно. С моими рисованиями, музюканиями. Ладно, попробуем. Желание есть, вдохновение тоже. Попробуем что-то порисовать. На балконе тут как раз постелила коврики. Стало в разы уютнее. Что у меня девчонки делают? Вы тут с Барсиком играете? Я сегодня вновь вспомнила о том, что у меня все-таки волосы-то бьются немножко. Вот. И применяю методики для того, чтобы кудри были красивыми. Определенным способом их мою. На ютюбе можно найти. Ну, там все для бодрявых волос. Сейчас буду определенным способом их сушить. Муж боится, что они сейчас шипеть начнут. Я так поняла, что я, видимо, диффузором не умею пользоваться. Вышли на прогулку с девчонками. Слушайте, погода реально очень обманчивая. Вот гуляли с собакой. Казалось, что было очень тепло. Ну, может быть, это было потому, что пару часов назад. А сейчас оделись, ну, очень тепло и реально холодно. 5 градусов. Ну, видимо, градусов до 10 раздеваться от вот этих вот зимних костюмов не будем. У меня сегодня причесон фури. Вообще, исключительно ради удобства. Коляску взяла. Так бы взяла бы два самоката, но у меня посылка будет. Придутся в магазин еще нужно. В общем, потом еще и Зою тащить за собой. И с пакетом в зубах неудобно будет. Что, идем, идем. Мироп меня подгоняет теперь каждые 2 минуты. Подписалась тут на канал Флебуста Бизнес Книги. Ну, здесь, конечно, не только про бизнес. Здесь и про саморазвитие, экономику, маркетинг, бизнес. Вот тут даже по тегам можно посмотреть. Короче, книжки краткого содержания. На самом деле, вот в наше время, когда книг огромное количество, появляются новые каждый день, просто не успеваешь за всем этим следить. Такие краткие содержания. Это вообще очень круто. Тоже несколько уже прочла. Любопытно. Пока, кстати, вот прочитала краткое содержание, не возникло идеи прочитать книжку целиком. Ну, возможно, это потому, что я только-только вот на них подписалась. В общем, кому эта тема интересна, мне кажется, я нашла крутой канал на эту тему. А тут еще подписчиков очень много. Так что, вот, делюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!